МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации. Телерадио компании Гомель. В студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Новации у комбайна-будования. Кировнисток Гомсельмаша рассказала про новые распроцовки. Восинский призыв с нашего региона во Узбройные силы накируют 2,5 тысячи человек. Час развитаться со шкодной извышкой. Сюня – сусветный день неокурения. Альма-матер Гомельский державный университет имя Франциска Скарына собрал своих знакомитых выпускников. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Дейность банков повинна максимально уличить интересы национальной экономики. Об этом сегодня заявил президент Беларуси на нараде по работе кредитно-финансовых организаций. Александр Лукашенко отзнашил, что этим пытанием надается увага на высшейшему зроуне. Президент так само подробязно подекавился ситуацией в банковской сфере. Она уагульным стабильная, отзнашил Александр Лукашенко. Али любые рызыки и погрозы у РАД и Национальный банк повинны башить и працовать на Пярэджане. Территориальная выборчая комиссии повинны быть створны не поздней за 24 листопада. Это станет первым кроком наступной кампании по выборах депутатов мясцовых советов. У Центра выборками засвердили календарный план выборов. По кольке у Беларуси 1309 мясцовых советов с уликами сельских. Повинна быть и аналогична колькость территориальных комиссий. Не поздней за 29 листопада у Друку повинны заявиться списы выборчих округ. Их номеры, описания и намения. Участки для голосования будут створны до 16-го Снежня. А участковые выборками сформируются до 3-го студеня. А пошлий день подачи документов на вылучшение кандидатов в 8-е студеня. На Комсельмаши створают суперкомбайн. По своих макшимостях машина будет переузыходить импортные аналоги. Об этом поведоме у намесник генерального директора предприемства Миколай Ковалевич. Сегодня по часу эфиру на Радио Гомель+. Усих деталях гомельские конструкторы по коль не раскрывают. Однако, вядомо, что ничего ответного по могутности ранее на предприемстве не робили. Первые испыты техники повинны пройти в наступном годе. Дарай, что селитоком Сельмаш выпустил 5 новых моделей у сельско-господаршей техники. Усеяны поспехово пройшли выпробований на палетках региона. Головная перевага – помяншение страта узбожа при уборце. Сярод новых комбайнов есть уникальны для усяго света на газовом палеве. Он сделан по заказу Газпрама. И в першиню был представлен широкой громадской стилкой «Стришнику» на выставе в Санкт-Петербурге. Размова подчас промога эфиру на Радио отыщилася и новых рынков сбыту. У приватности Гомель-Сельмаши сейчас активно освоевает африканский накерунок. После визита президента в Египет и в Судан мы туда поставили по одному комбайну, самых маленьких комбайнов наших 575-х. Это 5 кг в секунду производительность для опробования, так сказать. Но сейчас разрабатываем по желанию агрария в Африке, еще меньше производительностью 3-4 кг в секунду. Потому что 5 кг для них получается как монстры. Им надо еще меньше. Поэтому нужно разрабатывать. Те комбайны, которые были, 575-е, тоже аграрии Африки довольны. Работают успешно. Призывники Гомельской области накеруваются на проходжении терминовой военной службы во Узбройные силы Республики Беларусь. Армейские рады пополняются 2,5 тысячи жихаров региона. С призывниками сустрелся Дмитрий Котов. На пляце областного сборного пункта призывникам нагадываются об отказности и дисциплинованности подчас проходжения службы. У розные регионы нашей краины отправятся 2,5 тысячи новобранцев. И они будут служить в составе сил специальных операций, инженерных, пограничных и внутренних войсках, а так само частях СУЭЗи. Спокойно все, спокойной мыслью иду служить в 72-й объединенный учебный центр в городе Борисове. То есть там я буду проходить учебные испытания, которые определят, в какие роды войск меня заберут. Настрой хороший, все отлично. Есть какие-то предпочтения, где бы хотел проходить службу? В связи. То есть я по образованию, от больше техники. Мне больше нравится техникой заниматься. Да, вот такие связи. Каля трех тысяч человек отримали от терминовки. Большая частка по причине научения УВНУ. Две с половиной тысячи признаны непригодными до армейской службы. Зафиксовано и 130 выпадков ухиления. Удочене не до таких призывников рихтуются материалы для притягнения до отказности. Супрацовники военкомата отзнашают. И они завсёды спробуют створить доброзачливую атмосферу и уличить пожадания призывников. Все пожелания молодых людей соответствующим образом учитываются. Учитывается его мнение служить в том или другом роде войск. Но мы соответствующую беседу проводим с ними. Смотрим состояние здоровья, морально-деловые качества. Все это обобщается. То есть обстановка была доброжелательная, спокойная. Армия – это серьезная школа жизни, которая дает мощность поможнить и проявить свои лепшие сдольности. Это лепшее место для выхования командного духа. Призывникам, которые уже завтра пересягнут порог воинской части, пожадали с гонором нести звания солдата белорусской армии. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Перевышение худкости на 100 километров за годину зафиксовано в «Гомеле». Удержавтоинспекции рассказали про выники контроля захования худкостного режима на автодорозе «Усходний обыход». У Кострышнику-Листопадзе мобильные датчики зарегистровали тут 80 порушений. Рекордная опынулася худкость у 161 километра за годину при дозволенной 60. Удая и нагадываюсь, перевышение худкости – одна из основных причин ДТЗ. Черговый факт браконьерства, выявленный в Житковицком районе, компания «Мушин» незаконно рыбачила коля везки «Веросница». При выезде з угодзев яны схавали с добычу и сетки, однако правооховники выявили схрон. У им оказались 24 ляши, 8 жерахов и іншие виды рыбы. На нестинную природзе «Шкоду» оценили у 4200 рублев. Узбудженная криминальная справа. Одного с фигурантов затримали у Столинском районе. Сегодня означается «Сусветный день некурения». Штогод от уздейния «Тытуню» у свете помирает коля 6 миллионов человек. Кожные 6 секунд на планете становится на одного курца меньше. У Сумным рейтингу «Усходней Европы» по куреннице род молодей Беларусь является одним из лидеров. Во взросле от 2018 до 2024 годов у нас курать 25% юнаков и девчат. «Тытуньовый дым» шкодно не только для самого курца, но и для тех, кто находится зимпобач. С метой пропаганды здорового ладу життя и отмова от курения Гомельская областная организация «Червоного крыжа» организовала сегодня специальную спортпляцовку коля Чегуночного вокзала. Волонтеры запрошали прохожих выполнять практикование и показать приклад иншим, замест шкодной извышки заняться спортом. Усе удельники акции отримливали сувениры. Сегодня у нас был, так сказать, День здоровья. Любой желающий мог поднять гирю, попробовать себя на эспандере, взвеситься и получить за это приз. То есть люди активно подходили, поднимали гири. Было несколько ребят, которые с ней очень дружат. Но с курящими мы, конечно, не подходили с боксерскими перчатками. Мы им предлагали выбросить сигарету и получить за это конфету. Вручали золотые медали. Коли у вас есть пытания, связанные с темой отмова и от курения, пропонуем звернуться до специалиста. Узавтра с 8 до 10 годин можно будет отримать консультацию психолога по номеру 254906. Задать хвалюющее питание можно и урачам областного наркологичного диспансера. С 9 до 13 годин по номеру телефона 34 01 66. Отмовато от курения важно, и чтобы заховать здоровье сердца. За последние 3 годы смиротность от сердечно-сосудистых захворюваний на Гомельщине снизилась. Разом с тем, эти хворобы по-ранейшему являются самыми небезпечными. Наши корреспонденты наведали областный кардинологичный центр. Калорийная ежа, ложек, телевизор, газета у дорослых. У молодых людей шлях до сердечно-сосудистых захворюваний у крыху и инши. Чипсы, компьютер, малорухом и ладжица. Але выник в любом случае подобный. Лишняя вага и додатковые нагрузки на сердце. Гиподинамия является одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. На ряду и с нерациональным приемом пищи, с ожирением. Но и есть причина такая, как атеросклероз. Что год у областным кардинологичным центры больше 9 тысяч человек отримливают стационарную допомогу. И еще около 50 – консультативную. И такие лишь бы. На протягу года в установе проводятся до тысячи операций, а мальпалова, с яких, на открытом сердце. Такая нагрузка предъявляет особливые потребования, как до техничного забеспечения, так и до профессийных якостей у медиков. Персонал, который подготовлен на работу с тяжелым контингентом наших пациентов. И с пациентом очень сложной и тяжелой, по крайней мере здесь, хирургической патологией. За три опошние годы смиротность от сердечно-сосудистых захворываний у Нагомельшини знизилась на 4, а среди людей процесс дольного возрасту больше, как на 8%. Разом с тем, эти захворывания по раннейшим являются самыми небеспечными для существенного человека. Сегодня медики добро разумеют, худко сменить ладжица людей немогчимо. Хоть вести профилактичную работу необходимо в любом случае. В тем лику на властном прикладе. Два раза в неделю хожу около 8 километров, для того, чтобы чувствовать себя неплохо. Я понимаю, что у меня малоподвижный образ жизни, работа у меня такая. Надеюсь, что мой пример кто-то услышит. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Про то, как захавать здоровье сердце, поддя размова завтра в программе «Диалог». На питание откажет головный урач Гомельского областного клинического кардиологического центра «Вольга Лях». Глядите «Диалог» в прямом эфире на телеканале «Беларусь-4» завтра у 19.01.20. Номер телефона в студии – 34-00-43. Презентация книг, майстер-классы ведущих журналистов и бардовские песни в авторском выполнении сегодня в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны. Собрались профессионалы слова, которые закончили эту установку в разные часы. Мероприемство наведал Олег Шинчуров. С такой думкой могут погодиться, напевно, и выпускники Гомельского державного университета, а еще ранее педагогического института у створенном при установе Литературно-Мостовском музее «Альма-Матер» целая библиотека с книг, написанных в разные часы ее былими студентами, начиная от Ивана Шамякина, которого сегодня называют летописцем эпохи. Тут же в данной уладальнице Гран-при Республиканского конкурса молодых письменников Марии Малиновской и лаврата российской литературной премии Нины Скляровой это и она засновала первую в Украине школу молодых литераторов. Я никуда не лечила себя поэтессой, но по тем годам я зрозумела, что это от нас не залежит, это неколь откуда идти с неба, это не залежит от нас, верши сами приходят. Сегодня разом с математичной и физичной в Беларуси добровядомая и Гомельская литературная школа, причем поэтами и письменниками в Гомельском державном университете становятся не только филологи, выпускник факультета физичной культуры Леонид Гейшлер, я думаю, як пеший олимпийский чемпион Беларуси, заслуженный мастер спорту Советского Союза и гоноровый грамотянин Гомеля, але не все ведают, что на его рахунку 5 выдаденных книг об спорте, хотя это, кажа, ящи не межа, самое цикавое напереде. Решил написать книгу, и кто основал греблю, чтоб знали историю, и написал, мало оплатили ее историю. А потом еще книга, там олимпийские игры, там я ж был в Америке, в Риме. На сустрече профессионалов слова, які в разные часы скончили Гомельский держав университет, письменники, поэты, журналисты, яны демонструюют свои новые книги и делятся планами. За час своего основания установа подрактовала для разных сфер больше 60 тысяч специалистов. Кольки сиротых оказалось людей творчих, никто докладно не подличивал, але потребовать таленты в университете обіцают и далей. У речи мастерства в краине потребны не меж, чем талиновитые наставники, физики и спортсмены. Яны вылучаются своим таким обостренным устремлением к свету и такусяго. И не за все для хорошего письменника потребна добрая адукация, хотя, може, выказываю и крамолу, что это нечто інше такое. Талент яны де от Бога и научить верши складать николи неможливо. Олег Сентяров, Валерий Копанько, Телера до компании «Гомель». Гомельские кинотеатры обновляют онлайн-трансляцию звядущих театров в свету. Лепшие постановки транслюются со сцен Нью-Йоркской Метрополитен-Опера, Лондонского Королевского национального театра, Великого театра в Москве. Сезон стартовал 14 листопада у кинотеатра «Мир» спектаклем «Сону летнюю нож» по комедии Шекспира. 21 листопада глядачам тут пропануют спектакль «Кароль Лир», а 28-го – «Ромео и Джульетта». Початок показов у 19.30. А у кинотеатры «Калинина» 26 листопада покажут балет у таймованне «Свовольный». Початок у 18-й години. Гэта иншая новинна вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд». За новинами спорта у вас познаемец Максим Савин.